Всем привет! Добро пожаловать на портал Невроза Мегаполиса. Меня зовут Алексей Красиков. Ну, собственно, тот, кто является зрителем и подписчиком моего канала. Для вас это не секрет, но сегодняшнее видео я хочу снять по просьбе нескольких моих клиентов. И это видео будет посвящено молодым предпринимателям, ребятам, которые строят свой бизнес с нуля, тестируют всевозможные ниши и развивают свой бизнес и свои направления. Я представлюсь. Меня зовут Алексей Красиков. Я психолог-консультант, когнитивно-аналитический психотерапевт. Занимаюсь я неврозами, вегетососудистой дисфункцией, паническими, тревожными и депрессивными расстройствами. Снимаю я свой видеоблог, который был первый в России посвящен панической атаке, ВСД. Этому блогу почти 6 лет. Ну и 4 из которых я практикую индивидуально, в групповом формате. Снимаю вебинары, трансляции, езжу по городам с лекциями и семинарами о неврозах и панических тревожных расстройствах. Ну и самое главное о том, как с этим быть и что с этим делать. Почему я обращаюсь сейчас к ребятам из сообщества «Бизнес-молодость», которые я непременно уважаю и поддерживаю то, что делает Петя с Мишей. Я во многом разделяю взгляды. Но за последние 2 года у меня стало увеличиваться количество клиентов, которые именно к этому сообществу имеют отношение. Это ни в коем случае не говорит о том, что там что-то происходит зомбирующее, патологическое для здоровья. Вовсе нет. Я сейчас расскажу. Я бы не стал снимать это профильное видео, если бы меня не попросило 2 привилегированных клиента об этом и сказали, что это очень важно для того сообщества и той среды, в котором они постоянно взаимодействуют друг с другом. Итак, ребят, я предлагаю вам сосредоточиться минут на 45. Я хочу поделиться с вами теми проблемами, с которыми вы можете столкнуться. Это проблема вашего здоровья, это проблема вашей психологии и это проблема вашей эффективности в бизнесе напрямую. Итак, занимаюсь я вегетососудистой дисфункцией, панической атакой, неврозами, страхами за здоровье, плохим самочувствием, при обследовании которого не находится органической патологии, вам ставят диагноз ВСД. У вас периодически возникает ощущение, что вы вот-вот умрете, у вас тахикардия, нехватка воздуха, ком в горле, проблема с кишечником, нарушен сон, раздражительность. Вы теряете эффективность, теряете концентрацию внимания и с каждой неделей вы себя чувствуете все хуже и хуже. Вы начинаете бегать по врачам, тратите большое количество денег на всевозможные молекулярные исследования, высокотомографированные исследования, ультразвуковые исследования. Но ничего кроме ВСД вы толком не слышите. Вам предлагают попить какие-то общекрепляющие препараты, вам предлагают поукалываться иголками или пропить какие-нибудь антидепрессанты. Я сегодня хочу поделиться с вами, как говорится, предупрежден, вооружен определенным знанием, которое поможет тем, кто не столкнулся с определенной проблемой и поможет тем, кто столкнулся с проблемой. Потому что, опять же повторюсь, за последние два года это вал обращений именно молодых предпринимателей. Видимо, после моей работы с двумя людьми как-то вот они стали, как, видимо, у них это принято давать контакты, что ли, и количество людей именно с одной и той же проблемой увеличилось. Проблема эта заключается в том, что ребята начинают жаловаться именно на легитативное проявление, на диагноз ВСД, на панические атаки, на всевозможные навязчивые мысли, а вдруг я сойду с ума, а вдруг я что-то с собой сделаю. В основном, в большей степени обращений связано именно с моим профилем, именно с самочувствием. Вторичные депрессии в том числе. Давайте разберемся, и я вам подскажу, что надо делать для того, чтобы не загнать себя в еще большую задницу, а хотя бы щупать путь, по которому надо идти. Итак, если вы прошли клиническое, если вы испытываете, во-первых, те жалобы и те беспокойства, о которых я сказал выше, давайте послушаем минут 30-40. Уделите этому времени, возможно, это сэкономит огромное количество денег и времени, а как вы знаете, ваше время – это ваш главный ресурс. Так вот, если ваши жалобы совпадают с теми, которые я перечислил выше, и вам ставят диагноз ВСД, давайте я коротко расскажу о том, что такое ВСД и панические атаки, что надо делать и вообще откуда это берется. И почему не у всего сообщества это есть, а вот у вас есть, а у кого-то у Васи Сидорова этого нету, а вот у вас это есть. И вы постоянно чувствуете, что вам плохо, вы умираете, теряете настроение, мотивацию и так далее, потому что уверены, что у вас что-то с организмом, вы вот-вот умрете. И это тем более послужит нарушению ваших финансовых целей. Так вот, значит, что же такое вегетососудистая дистония, чтобы вы понимали. Ваше тело имеет вегетососудистую систему, у которой есть педали газа тормоза, чтобы вам было проще понимать. Педаль газа ускоряет определенные функции, педаль тормоза их тормозит. Эта система непосредственно связана с эмоциональной сферой, которая происходит внутри вас. Так вот, ваши симптомы, такие как тахикардия, экстрасистолы, ком в горле, нехватка воздуха, состояние озноба, состояние, как будто вы потеряете сознание, состояние ватных ног, которое нарастает, которое может перерастать в неудержанное состояние паники, где вам начинает становиться вегетативно плохо, и первая мысль, которая приходит в голову, что вы вот-вот умрете, и вам надо куда-то побежать, выпить воды или вызвать скорую, это и есть то самое эмоциональное состояние, которое принято в психотерапии называть панической атакой или вегетативным напряжением. К сожалению, в ортодоксальной советской медицине принято было ставить диагноз ВСД, который определял примерно следующее. Мы вас обследовали, ничего у вас серьезного нету, но есть какие-то вегетативные жалобы. Отдохните, не парьтесь, пропейте там балерианочки, все будет хорошо. Но, к сожалению, не тут-то было. Проблема заключается в том, что паническая атака и вегетососудистая дисфункция, и неврозы просто так от отдыха не проходят. Вы можете, конечно, полежать две недели на диване, но стоит вам вернуться в офис или вернуться к своему бизнесу, это продолжает усиливаться. Давайте разбираться. Что же такое ВСД? ВСД – это эмоциональная компонента невротического расстройства. Неврозы – это психоэмоциональное расстройство обратимого характера, которое обуславливается именно наличием вегетативных жалоб на здоровье, при обследовании которых не находятся патологии. Эмоционального состояния повышенной тревожности с эпизодами паники, возможно, с эпизодами избегания тех мест, в которых у вас была паника, и это называется агорафобией. Либо это какие-то постоянные навязчивые мысли, которые лезут вам в голову о том, что вы можете сойти с ума, что у вас что-то болит, вы начинаете обследовать то одно, то другое. Вот это все является классом неврозологии. Почему именно у вас и почему это произошло? Давайте разбираться. Во-первых, первое уточнение от вегетососудистых симптомов, от ваших проявлений, от панических атак, ничего с вами не произойдет. Никто не умер от этого и летальность вам не грозит. Здесь надо говориться, что все пациенты, которые начинают терапию неврозов, неважно это с бизнесом связанной, или с личной жизнью, или еще с чем-то, должны пройти полное клиническое обследование для того, чтобы действительно было подтверждено отсутствие органических патологий. Соответственно, если такое обследование пройдено, мы можем говорить о неврозе и о эмоциональном расстройстве. Далее, что нам необходимо понимать? Что когда вы сдавали экзамен, или прыгали с парашютом, или ехали и покупали дорогую новую машину, или вас по бизнесу поперло, вы потели, мокли, у вас тряслись руки, у вас была тахикардия, у вас пропадала слюна во рту. Все это эгитативное функционирование эмоциональной сферы. Но вы этого не пугались. Вы как-то могли себе объяснить, что вот я покупаю тачку, все хорошо, или вы на свидании с девушкой, или у вас экзамен. Или вы вышли на сцену, вы этого не пугались. Но если вы просто едете в метро, или идете по делам, или сидите на тренинге, и вдруг вам становится вегетативно дискомфортно. Или вы на телефоне с вашими клиентами, или вы на переговорах, и вот тут начинаются какие-то странные вещи с вами происходить. И вот тут вы начинаете щемиться. Из Москва-сити начинаете щемиться. С семинара начинаете убегать из офисов. Вот это то, о чем я говорю. Все, что я сейчас перечислил, это эмоции. Это не здоровье. Ребят, хватит мучить свою задницу исследованием колоноскопии. Хватит мучить себя обследованиями, которые вы уже многочисленные прошли. Ничего не найдут. Не найдут органической патологии. Потому что проблема вашего вегетативного функционирования – это эмоции. Давайте разберемся, почему же сосед от вас не испытывает, а вы испытываете. Вот здесь нужно будет вам внимательно меня послушать. Я попытаюсь в этом сжатом ролике объяснить сложную концепцию. Конечно, объять необъятное невозможно. Но какие-то элементы я вам смогу передать в таком формате достаточно быстро. Первое, что надо делать. Если вы испытываете уже эти вегетативные симптомы, перестанете искать в себе болезни, поймите, что это эмоциональное состояние. Второе. Ни в коем случае не считайте, что это может привести вас к смерти. Или привести вас к инфарту, к инсульту. Что вы задохнетесь и умрете прямо здесь. И все сообщество на вас посмотрит и скажет, «О, а мы-то думали, что он молодой и талантливый, а на самом деле вот он не выдержал». Вот таких вот мыслей. Или там до туалета не допегу, все будут смеяться. Вот таких мыслей допускать нельзя. Потому что от этих мыслей вы еще больше испугаетесь. У вас еще больше выбросится адреналина от страха, допущения такого. И вы запаникуете. Так вот, чтобы не было панической атаки, и вы не побежали, как лось по кукурузе из бизнес-центра, не допускайте критичных, категоричных мыслей о том, что вы вот умрете и так далее. Главная ваша мысль – это следующее. Это всего лишь вегетативный эмоциональный дискомфорт, связанный с моим эмоциональным переутомлением. И я буду над этим работать, и я с этим справлюсь. Я никуда не побегу, я ничего не попрошу. Максимум вы можете попить водички и постараться прожить это состояние, просто разрешив этому напряжению быть, и не допускайте мысли, что вот-вот вы умрете. Потому что паническая атака поднимается с ног вверх, и вам кажется, что вот-вот-вот-вот что-то случится, вы потеряете сознание или умрете. Вот это состояние надо пережить, перетерпеть и разрешить ему быть, никуда не щемиться. Можно даже попытаться это усилить, со словами «давай еще сильней». Что-то как-то слабенько сегодня. Но главный тезис этой техники заключается в том, что вы парадоксально не бежите от страха, а вы парадоксально идете на эту вегетативную реакцию со словами «да, мне хреново, да, мне дискомфортно, но я не боюсь». Вот этот простой элемент, о котором я, кстати, говорю в этом канале постоянно, если вам это интересно, вы можете посмотреть ролики предыдущие, там очень подробно о всем об этом рассказано. Так вот, первое, что вам надо сделать, если вы сидите на семинаре, или вы в бизнес-тусовке, или еще где-то, это не бежать и не паниковать, не создавая образ смерти. Потому что ваш мозг начинает понимать, что вам действительно что-то угрожает, вы же так и думаете. И если ваш мозг начинает думать о смерти, о том, как вы упадете, о том, как вы не заработаете денег, не выполните свой бизнес-план, не поможете родителям, то все, возникнет испуг, возникнет паника. От незнания вы подумаете, что у вас что-то с организмом, и уйдете совершенно в другую сторону, в сторону изучения вашей симптоматики, в сторону изучения вашего здоровья. Это ошибка. Это первое, что надо делать. Не создавать иллюзию про то, что вы чем-то болеете и вот-вот умрете. Далее. Нужно понимать, что это эмоциональное состояние. Чем же оно вызвано? Давайте для такого простого, что ли, примера, я возьму условно сформулированных двух парней из бизнес-тусовки, которые сидят рядом с вами на тренинге, на семинаре, на коучинге и так далее. Один парень, оба парня имеют одинаковую ситуацию. У вас, у этих парней угнали машину, они потеряли нишу, провалили бизнес-стартап, и от них ушла девушка. Вот у двоих парней примерно одно и то же. Ну и возьмем то, что у них там по бизнесу, там другому, параллельно, какие-то проблемы пошли, по конкуренции, по вашей воронке, как вы это называете, и так далее. Смотрите, что происходит. Один парень после всего этого случившегося сидит и думает, все, я полный лошара, у меня ничего не получится, какой кошмар, это не для меня, что обо мне подумают, я неудачник, и он начнет либо пить, либо уйдет в депрессию, либо начнет себя плохо чувствовать, суетиться, совершать ошибки и так далее. А другой парень подумает, ну, да, неприятно, но машина, да, угнали, ну, позвоню в страховую, буду зарабатывать на новую, конечно, неприятно, но покатаюсь пока на такси, на метро я не обломаюсь сильно. Да, ушла девушка, всякое бывает, это расстраивает, но, тем не менее, жаль, но буду развиваться дальше, это для меня хороший опыт, ошибки по бизнесу бывают, ниша потеряна и так далее. То есть, такой банальный пример, мы работаем с вашим отношением к проблеме. Почему я записываю для вас видео? Когда у вас возникают проблемы по бизнесу, проблемы по, скажем так, каким-то сферам, каким-то нишам, вы начинаете просто-напросто делать одну простую ошибку. Вы начинаете интерпретировать эти ошибки, вы начинаете интерпретировать определенные проблемы, как определяющие вас как личность. Если первый парень, от которого ушла девушка, он потерял деньги, и у него проблемы по бизнесу, интерпретирует это как обстоятельство обычной жизни, с которой надо справиться, то вы это интерпретируете, примеряя непосредственно на себя, примеряя о том, кто вы, какой вы, и что теперь будет, и это вас характеризует, а вы должны, у вас там целый план, вы должны успеть к таким-то годам успеть столько-то, к таким-то годам успеть то-то, к таким-то годам успеть это, и это, и это. И вот тут возникнут проблемы, и проблемы большие. То есть, психотерапия в данном случае занимается научением вас правильной форме реагирования на проблемы, которые вы неминуемо начнете испытывать по бизнесу. Почему один и второй парень отреагировали по-разному? Вот здесь будут все секреты и все особенности. Проблема заключается в том, что есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что вас побуждает вообще зарабатывать деньги, что вас побуждает покупать эти машины, эти деньги, эти часы и так далее, и тому подобное. Если у парня в детстве были проблемы с самооценкой, которые неминуемо связаны в отношениях с родителями, он начинает думать о том, что его можно любить и уважать только за заслуги. Мы это называем условной любовью, что меня можно любить, и я вообще что-то из себя представляю, только если я имею такие-то галочки. Именно вот эта перенесенная из детства проблема, где вы начинаете ваш бизнес интерпретировать бессознательно, не как просто бизнес и не как просто дело, а как доказательство себе, родителям и окружающим, что вы чего-то стоите, вы должны, иначе, волошара. Вот когда вы приносите вот эту невротическую, неразрешенную проблему в бизнес, и жди беды, неважно вы собственник или менеджер, потому что как только начнутся проблемы по бизнесу, вас начинает накрывать. Вы начинаете поднимать эмоциональный градус, поскольку для вас это сверхценная идея. Этот градус начинает подниматься, 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 вы начинаете испытывать первые вегетативные симптомы, вторая ваша мысль, что о-о-о, кажется, я болен, кажется, я не справлюсь, и это точно скажет о том, что я лошара. И вот тут одно за другое, одно за другое, и вы начинаете приобретать полный букет невротических расстройств. Второй момент – это ваша интерпретация. Мы называем это искажением или убеждениями, в которые входят такие заставляющие, как я должен, иначе я лошара. Это никогда не закончится. Если это случится, это катастрофа. То есть вы начинаете преувеличивать, вы начинаете интерпретировать ваши события и неудачи слишком искаженно, слишком негибко. Мы называем это мировоззрением. Поэтому есть две проблемы. Первая – это что вас мотивирует, и для что для вас этот бизнес, и это самая главная проблема. Вторая проблема в том, что вы слишком предвзято и слишком, скажем так, жестко смотрите на проблему. Есть один небольшой физиологический секрет. Его знает наш президент, его знает Министерство иностранных дел, заключается он в следующем. Чем выше эмоциональный градус вы поднимаете в бизнесе, в переговорах внутри себя, тем больше отключается ваша логика, тем больше отключается ваша способность принимать решения и логически, стратегически думать. Именно поэтому политики высокого уровня, дипломаты никогда не поднимают эмоциональный градус внутри себя, как вы это видите, потому что они прекрасно знают, что если эмоцию разогнать наверх, то они потеряют способность концентрироваться и думать. Они начинают суетиться, принимать неверные решения. В ваших переговорах это обычно выглядит как либо внутренняя злость, агрессия, либо страх потерять что-то, не успеет конкурента, и вы начинаете суетиться. И вот под этим эмоциональным градусом вы начинаете принимать неверные решения. Поэтому наша задача заключается научить вас управлять своими эмоциями. Сделать это можно только с помощью того, чтобы понять, что для вас это бизнес, почему для тебя это так важно. И научить вас более гибко, более рационально относиться к этим препятствиям, к этим неудачам и прочим, прочим, прочим. Вот это очень важный момент. Что еще хочется передать вам, если вы столкнулись с такой проблемой? Прежде всего, причем это касается не только парней, это касается женщин. У меня в консультации очень много и девчонок, и уже зрелых бизнес-вумен, скажем так, одна и та же проблема. Есть некоторое детство, в котором есть определенная проблема, связанная с тем, за что меня можно любить, за что меня можно уважать и какой я буду, если вдруг что-то. И вот эти галочки в виде заслуг начинают быть невротической проблемой. Все бы хорошо, но бывает так, что у вас что-то получается, получается, а потом начинает не получаться по бизнесу и вот тут вас прорвало. Поэтому занимайтесь когнитивно-поведенческой психотерапией. Если у вас возникли такие вегетативные проблемы, не надо щемиться по врачам, надо заниматься своим пониманием того, что вас к этому побуждает и что вас к этому вообще привело. Потому что только поняв это, договорившись с самим собой и научившись более гибко, более рационально понимать слово проблемы, понимать пути решения, не доводить себя до определенного эмоционального градуса и будет, собственно говоря, решением этой проблемы. Если вам интересна тема панических атак, вегетасосудистой дисфункции и прочее о том, что я вам сказал, воспользуйтесь видеоконтентом канала Невроза Мегаполиса и вы сможете для себя очень многое понять. Эти ролики уже посмотрело огромное количество людей, только благодаря им они уже могли справиться со многими проблемами. Надеюсь, что я объяснил достаточно коротко, что может происходить с вами и что нужно делать и с чем хотя бы условно это связано. Поэтому не бойтесь, не паникуйте. Если такая проблема случилась, она поправима, просто вы слишком эмоционально и слишком предвзято относитесь к проблемам, потому что они для вас, как мы говорим, сверхценные. Для кого-то машина – это машина, для кого-то машина – это доказательство, что он крутой. Для кого-то деньги – это деньги, для кого-то это самооценка. И вот тут как раз и возникают все ваши косяки. Моя задача – не сделать так, чтобы вы не хотели миллионов. Моя задача – не сделать так, чтобы вы не хотели успеха. Это все здорово. Я вообще хочу вам сказать, что все, кто находится в зале БМ, все, кто имеют вот такое детство – это замечательно. Это Стив Джобс, это Дональд Трамп, это Олег Тиньков, это огромное количество предпринимателей именно с этой невротической проблемой. Но посмотрите, они же достигли своих результатов. Поэтому моя задача заключается не в том, чтобы вы ушли в доуншифтинг какой-нибудь, под пальму. Если вы захотите, пожалуйста. Но моей задачей заключается в том, чтобы научить вас достигать эту финансовую цель или цели, которые вы расстаивали себе по своему планированию, более гибко, более здорово, более щадяще. Потому что кому нафиг нужны миллионы, когда зачем вам эти миллионы, если вы половину потратите на здоровье и будете себя чувствовать так, что вы не сможете насладиться результатом вашего бизнеса. Ну и, собственно говоря, в конце я хочу привести маленькую метафору о том, что такое гибкое мышление и о том, что такое достижение цели с рациональным мышлением. Потому что, опять же, повторюсь, моя задача не увести вас куда-то в сторону от этой цели. То есть, смотрите, если один невротик пытается двигаться вот так к цели, со словами «Если я отступлюсь, то я лошара», «Если я не смогу, то это ужасно», «Я должен 7 дней в неделю, 25 лендингов, 35 ниш, иначе я лошара». И через месяц он никакой. Это не врастынее, ребята. Соответственно, моя задача научить вас идти к цели более плавно, потому что конъюнктура рынка меняется, конкуренция меняется, ситуация меняется, экономическая ситуация меняется, маркетинговая ситуация меняется. Все меняется. Вы должны научиться у меня лавировать между проблемами, лавировать, четко понимая, что вам нужно сохранить эмоциональный фон, рассудительный, как Владимир Владимирович, взвешенный и рациональный, чтобы вы имели план и эмоциональное управление. Поэтому система называется «Система управления эмоциями». Так вот, по этому самому, по метафоре, по притче. Из одного порта вышло два парусника, они должны были прийти на следующий день в 12 часов, в полдень другой порт. И по пути их налетел шторм. Один капитан был таким невротиком, как большинство вас, сидящих в зале, а другой прошел рационально-эмоционально-эмоционально-поединческую психотерапию. Один, который вот невротик, как раз и говорит, я ни за что не сниму парус, потому что я никогда не опаздываю, я должен прийти в цель, иначе вовремя, в 12, в порт, иначе все подумают, что я лошара, да я себе этого не прощу, и это показатель слабости, я должен, я же поставил цель. И вот он херачит, 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 и естественно ветер ломает ему мачту, и он тратит полдня на починку этой мачты, и приплывает, прибывает в порт с опозданием 7 часов. И у него депрессия, он идет бухать, у него ничего ему не нужно, никакой парусный спорт, ну его все в жопу и так далее. Второй капитан, который столкнулся с этим же спорт, штормом, говорит, да, было бы неплохо, если бы такой проблемы не случилось, и я пришел в порт вовремя, но я прекрасно понимаю, что сейчас сложились так обстоятельства, что мне придется убрать парус, иначе я его сломаю, и я вообще очень сильно задержусь. Да, конечно, это неприятно, но я надеюсь, что я сейчас просто уберу парус, и шторм быстро стихнет, иначе я просто поступлю абсолютно нерационально. Он убирает парус, и шторм заканчивается через 2 часа. Он наверстывает упущенное и опаздывает всего лишь на 15 минут. Вот вам короткий ответ и метафора о том, как вы должны научиться зарабатывать ваши деньги, и как вы должны научиться достигать целей. Не важно, вы предприниматель, или вы топ-менеджер, и так далее. Поэтому это и есть система управления эмоциями, которую вам неплохо было бы освоить. Ваш Алексей Красиков, канал Невроза Мегаполиса, но если вам интересен контент, подписывайтесь на канал Невроза Мегаполиса, можно найти меня в ВКонтакте совершенно легко. Там очень много бесплатного материала, который помог сотням тысяч людей, и, надеюсь, предупредит проблему или поможет найти решение вашей существующей проблемы. Ну, а если вы захотите каких-то развернутых материалов, добро пожаловать на мой сайт. Там есть все необходимые для этого информационные видео, информационные технологии и так далее. Спасибо вам большое. Двигайтесь к вашей цели гибко, вспоминайте нашего президента, подумайте, как бы вы себя вели на его месте, если бы вы все эти годы сталкивались с этими сложностями. Но он... Можно по-разному относиться к его политике. Я сейчас не хочу кого-то там политизировать эту ситуацию. Но, как ни крути, управление эмоциями и понимание о том, о чем я вам сейчас говорил, для него это фундаментально. И я хотел бы, чтобы вы этому научились. Спасибо большое за внимание. Удачи вам в бизнесе. И желаю вам успеха. Пока.